Когда-то жители Архангельска могли слетать на самолёте Ан-2 к родственникам в Лишуконский район попить чаю и вечером того же дня вернуться назад. Нам, поколению высоких технологий, это кажется фантастикой, но малая авиация в прошлые времена была развита и доступна простым людям. А население района было почти в три раза больше, чем сейчас. Я очень хорошо помню, как на пике 80-х годов здесь бурлила жизнь, как летали самолёты в трёх районах Архангельской области – в Пинишском, в Лишуконском и в Мизенском районах. Мы обеспечивали авиационными перевозками территорию 64 тысячи квадратных километров. Это, извините, Исландия, целое государство. Аннушка Токласского называют самолёт Ан-2 жители Лишуконского. На днях здесь открылся второй в России памятник этому самолёту-труженику. Ещё один такой находится в Якутии. Обеспечивал передвижение населения, снабжение населения продуктами, снабжение промышленных предприятий и совхозов необходимыми грузами для развития этих предприятий, для их обеспечения работоспособности. Деньги на памятник с большим трудом собирали в течение пяти лет местные активисты. Власти идею не поддержали. Зато откликнулись авиаторы, летавшие на Ан-2. Самолёт вывозил на вагу и мясо с побережья Северного Ледовитого океана. Весной выполнял авиационно-химические работы. на территории европейской части России и бывших союзных республик. Летом помогал защищать леса от пожаров. Этот символ – символ эпохи. Символ эпохи той 70-х годов, когда существовало наше предприятие – Лишуконская объединённая авиаскадрилья. Это память, которая никогда не закончится в нашей жизни. Для жителей Лишуконья и тех, кто работал на Ан-2, это не просто средство передвижения. Это то, что делало небеса ближе. Юлия Майданова, Виталий Семёнов, Новости 24, Архангельск.